На ваш взгляд, Майдан победил, партия регионов потеряла свое влияние, система рухнула, возник некоторый в Баку в регионе, хаос даже, кто-то так это называет. На ваш взгляд, удается ли сегодня противодействовать тем скрытым силам, новым кланам, которые пытаются зайти? А не надо противодействовать. Природа любит равновесие. Что общественность, те, которые воевали, грубо говоря, на Майдане, не могут удержать и... Правильно. Почему? Потому что, как говорил Сычев-старший, грамотежки не хватает. Надо понимать, что есть... Я же специалист в области истории международных отношений. В 18 веке Джон Черчилль, первый лорд Мальборо, если помните стакан воды, это его жена, Сара Черчилль, сформулировал замечательную концепцию «balance of power» – равновесие сил. Природа любит равновесие. И, кстати, Кучма, он дурной-дурной, но хитрый. Он же поддерживал равновесие сил. Ну, интригантским путем. А надо по-честному сказать, что, во-первых, надо посмотреть, где деньги. Так, гражданин Черняков, откуда деньги? Папа дал, верю. А у папы откуда деньги? Если деньги честным путем, замечательно, начинай платить налоги. Если не честным путем, тем более собственность, извини, дружок, к реприватизации или доплати сколько положено. И вот они сразу в бюджете появляются деньги. Но этот же вопрос надо будет задать товарищу Порошенко или господину. А как там с заводом Ленинская кузня? То есть то, что Рошен на свои деньги – да. А как же с Ленинской кузней? С просхождения первого миллиона. Да, да. И никаких проблем нет, если оно работает. Но если у гражданина Васадзе автозаз не работает, а к тому же он украден, то хватит, во-первых, быть народным депутатом, а во-вторых, автозаз придется вернуть. Если у гражданина Ахметова, ну с ним понятно, он уже доигрался, то и Запорожсталь придется вернуть. Если у гражданина Богуслаева предательские связи с Россией, то Матурсич придется вернуть. И так далее. И сразу мы видим. Но здесь очень важно что? Что землю крестьянам дать надо, но в разумных пределах. Чтобы они ее как-то не сильно испортили. А в основном землю тем, вот типа Минько, кто умеет ее обрабатывать. Он же миллионер, почему? У него мелитопольская черешня, это немножечко. А основное у него очень большие земельные. Да, и никаких экономических интересов в городе. Он шел не воровать, он шел как-то исправить ситуацию. Во-первых, надо забрать собственность и вернуть ее в общенародную суть. Вы выступаете за национализацию? Конечно. Нет, я бы сказал так. За народный контроль в отношении приватизации. Абсолютно гласный. Приходят к гражданину Богуслаеву, к примеру. Здравствуйте, мы с ним в облсовете были. Равно как и с Сацким, с многими другими. С Пиклушенко, с тем же. С Барановым. Он тогда был. Мы все друг друга знаем. Как вы технически это видите? Очень просто. Народный контроль. Народный контроль. Пришли. Здравствуйте, товарищ Богуслаев. Расскажите о форме собственности. Только без фокуса. Вот этих вот. Кому все принадлежит. Хорошо управляйте. Честь, хвала, всенародное уважение. Россию продаете? Ну ладно, как только закончим воевать с ней, возобновите поставки. Ну если люди, ну там же люди не очень живут. С одной стороны, вроде как социализм. С другой стороны, ну есть нюансы. Ну Богуслаев сравнить на лучшее. А вот с Васадзе совсем другой разговор. Мало того, что украл, еще и до ладу не может довести. У Рината однозначно отобрать, потому что вел себя предательски в Донбассе. А что вы хотите у Рината отобрать? Ну Запорожь-Сталь, конечно. Не, ну ее у всех надо было отобрать. Ее же Хмельницкий, ну, не по-хорошему приватизировал. Это же понятное дело. И так до каждой точечки дойдет. Чернякова, где Хортица? Да я откуда знаю? Я же не знаю его экономики. Я говорю о принципе. Что если, ну на мой взгляд, Черняк как предприниматель блестящий. Но в политике ему делать нечего. Потому что есть такой сорт людей, которые очень умные, но с совестью есть вопросы. Я с ним лично мало знаком. Я пересекался у Дворецкого, когда он еще вообще до Хортица был. Я скорее больше знаю поколение их родителей. Я того же Василия Петровича Швеца глубоко уважаю. Потому что это же мощь какая был человек. Дима Швец, это как бы мы с ним общаемся, но и он знает, что ему до его папы расти и расти. Я все-таки хочу понять Вашу точку зрения на вопрос, который мы и закончили. Вот эта клановая борьба сегодня в регионе, по-вашему, ее отрицательное влияние на общее... Надо освещать это в средствах массовой информации. Называть вещи своими именами. Это Ваш город, не мой. Но регион наш. Мы взаимосвязываем. Ну как-то, когда я плотно войду в Запорожье, буду разбираться. Ну не я скорее. Я буду заниматься политикой. Но в планах моего холдинга есть... Вы знаете, что мой сайт mvrqa самый популярный в Запорожской области. Ленин как говорил, что политика это концентрированное продолжение экономики? Это говорил не Ленин, а Клаузовец. Ленин это только повторил. Парацитировал, да. Вот поэтому политика и экономика будут всегда взаимосвязаны. Безусловно. Но экономика должна быть в основе. Продолжение следует...